Дорогие друзья, добрый день, добрый вечер или доброе утро, в зависимости от того, в какое время суток вы нас смотрите. В эфире программа «За друзей». Владимир Черняков, Борис Шварцман. И сегодня у нас в гостях замечательная девушка, которая поет красивые песни и является дочкой Кати Огонек. И зовут ее Лера Огонек. Знаешь, Борис, что мне все вокруг твердят, что у нее очень сложный характер. И то, что она пообещала прийти, это вовсе не значит, что она придет. Мы, конечно, надеемся очень на это и будем ее ждать. Ну, уже две минуты, как она должна была быть. Давай. Ты слышишь звонок. Мне кажется, даже я слышу звонок. Пойдем встречать. Лера Огонек. Мы идем ее встречать. Лера Огонек. Ну что, дорогие друзья, мы начинаем нашу программу. Слава Богу, все пришли. Да. Все пришли вовремя. Лера вдруг может не прийти там или что-то такое. Чистое вранье было. Дорогие мои друзья, с огромным удовольствием хочу вам представить. Лера Огонек. И Виктория Астра. Я прям слышу аплодисменты, которые раздались. Девочка, Вик, рада вас приветствовать. Нет, спасибо заимно. Как доехали? Нормально. Нету пока никаких заслуг. Сегодня последний день, кстати, что можно ездить. Завтра уже пропуска нужно. Сегодня удалось. Вы ехали сюда, Володя сказал. Я так долго знал маму. У Леры, наверное, характер посложнее. Реально чувствую, что у тебя сложный характер? Да. Он у меня вообще нелегкий. Мне очень, на самом деле, трудно даже в какой-то степени понять. И не всем это дается. Я не простой человек. Вот как ты это определяешь? Сама очень трудно контактировать. У меня складывается не ко всем доверие. То есть, чтобы со мной общаться, нужно подойти с определенной стороны. То есть, тогда только я начну доверять человеку. У меня, скажем так, характер немножечко взбалмошный. То есть, я 19-летняя девочка, которой хочется там повидать мир, скажем так, погулять, попрыгать. И вот все, что сейчас на данный момент происходит, я могу как-то сопротивляться этому. Говорить, что мне там не хочется, не хочу, туда не поеду, там не поеду. И начинать вредничать. Ну, что же такого в 19 лет? Вполне нормально. Ну, вообще, в 19 лет уже надо как-то созревать, скажем так. А ты знаешь, что Лера правильно сказала? В 19 лет уже надо как-то созревать. Вот мы с этого момента и начнем созревать. Так делать и делать-делать. Детство мы чуть-чуть затормозим. Перешагнули мы пору к детству немножечко. И начнем сейчас делать все правильно. За друзей, за друзей поднимаю бокал. Когда Лера сейчас сказала, что ко мне трудно подойти, я не всем доверяю, мне прям вот как вот ошпарено. Потому что ты вспомнил Катю. Я вспомнил Катю, которая относилась очень недоверчиво к каким-то людям, улыбалась и говорила, да, братан, все нормально и делала по-своему. А тем, кому она доверяла, она отдавала все. Она отдавала душу. Она отдавала последнюю копейку, которая зарабатывала. Для нее эти люди были святыми. Я вчера на Facebook выложил Катина выступление в Сочинское. И она стоит, Катя и принимает цветы. И у нее уже вот столько, вот столько, вот столько. И такая такая это. Она, ой, это моя доченька. Я помню ее. Она вышла, ну, может быть, ей года четыре, что-ли, два. Деречка, ты помнишь эти детские моменты? Ты помнишь этот момент? Да, меня часто мама брала куда-то, но брала на меня так, когда я попрошу, потому что я закатывала очень сильно истерики. Маму, забери меня, я хочу с тобой, почему я так тебя сильно не вижу. Забери меня, забери. Ну, что еще делать? Ребенок просит, умоляет, там, плачет. Ну, и брала с собой. И вот иногда я с ней ездила по концертам, а я помню этот концерт. Спасибо, родные. Катя Аганевна. Доченька моя, как всегда, вышла на сцену. Себя очень поздравляю. Скоро тоже петь будет. Спасибо. Тогда к ней выходила. И на самом деле часто на концертах она меня вызывала на сцену. Но поскольку я была стеснительным, скажем так, ребенком с самого детства, я не особо этого хотела. То есть мне было как-то некомфортно. Скажи, тебе стеснение сейчас как-то мешает для исполнения песен? Или ты как-то борешься с этим? Я сейчас борюсь с этим очень сильно. Я пытаюсь побороть, может быть, какой-то страх, который внутри меня. Но все впереди. Лера не имеет большого опыта, во-первых, в выступлении. Я вот помню, что с Катей было примерно то же самое. Когда Клеменков и его компания, они какую-то цену назначили за ее выступление. И она сидела без работы. Вот у меня совершенно другой подход. Я считаю, что человек должен поэтапно, степ-бай-степ, получать... Шаг за шагом. Совершенно верно. Она должна опыт получать сценический. Это перевоз еврейского. Сначала гонорар маленький, потом чуть больше, потом чуть больше. И опыт превышает. Но если, как они говорят, что надо взять много денег за ее выступление. Но подождите, за это много денег вы должны дать много. Вы должны дать уровень артиста, уровень света, уровень звука, уровень костюмов. Так к этому надо идти потихонечку. Это мое. За друзей, за друзей поднимаю бокал. У меня запомнилось те моменты, когда она приезжала все-таки домой с гастролей, с концертов, с... То есть не сами гастроли, а возвращение домой. Да, потому что это всегда происходило очень весело. Потому что всегда, ну, она никогда не скупилась на меня. Она никогда не скупилась на своих родителей. Она меня очень любила. И всегда, когда она приезжала домой, первым, что я делала, это кричала, когда ты уезжаешь обратно. У меня просто уже выработалась эта привычка, что она приезжает, и на следующий день ей уже надо уезжать. Она могла приехать, через пять часов улететь, то есть поспать там два-три часа, через пять часов улететь сразу. А могла просто приехать, занести там, я не знаю, родителям что-то. То есть бабушке моей на данный момент дедушке, да. Могла просто прийти, посидеть, поздороваться. Я желаю все хорошо. И обратно. Общалась с ней я не очень часто. Это, наверное, печаль. Ну, даже не печаль. Ну, это факт жизни. А с папой ты вот в Сочи приезжала, я помню, да? Ну, папа часто оставался, потому что он оставался со мной. Он же всегда меня везде возил, потому что мама не может, она по концертам. Еще какие-то были эпизоды, случаи, когда ты с мамой была на каких-то концертах, на гастролях? Я помню, у нас там было одно место, там что-то было типа отеля, и там был бассейн. И вот возле этого бассейна у нее был концерт, и вот я сейчас вспомнила момент, как она меня учила плавать. Да, мы там часто были, мы часто туда ходили. Это было недалеко от места, где мы проживали, пока она была в этом городе. Это было отель Енаис. А-а-а, да, да, да. Сочи, прекрасный. Я до сих пор помню этот. Вадлили, это, да. А суть, ну, рядышком, да. Вот, до сих пор помню этот отель. И она всегда привозила мне огромные подарки, то есть мешки с одеждой, с игрушками. А ты помнишь, что за игрушки были, что за подарки? Конечно, она мне привозила Микки Мауса. Стояла на шкафу, огромная такая игрушка, буквально, когда я еще маленькая была, с меня ростом. Собачку она мне привезла. Собачку она мне еще маленькую привезла. Она мне с Америки как раз привезла, и до сих пор я с ней не расстаюсь. Это моя самая любимая игрушка уже вот сколько-то шесть. А в Америку наверняка ездила с Володей Черняковой? Ну, да, конечно. А что за гастроли были в Америке? Был сборный концерт, был Толя Днепров, я вот, Катя, Шелик. Это уже было незадолго до ее смерти, может быть, год-два, вот я вот сейчас точно не помню, но я помню, что она уже болела тогда, и Ливан пришел ко мне и говорит, «Володя, ты должен смотреть за ней, потому что у нее мог быть что-то это самое». Я говорю, поверишь, мне там надо организацией заниматься туда-сюда, и мне, может, не будет такой возможности, он говорит, «Хорошо, сиди здесь». Пошел к Шелику. И он с ней действительно ночь просидел, но мы не избежали там все-таки приступа. Мы можем, на самом деле, об этом говорить много, и мы, конечно же, Лерочка, о твоей замечательной маме поговорим. Но хотелось бы с тобой поговорить. Давайте так, да, сегодня Катя Огонюк – это вообще целая веха, и значит, это целая передача. Мы, наверное, Катя Огонюк когда-нибудь сделаем передач. Сейчас давай о Лере, да, говорите? Потому что все-таки Лера уже кое-что сделала. Она, во-первых, первую ступень уже прошла, такую же, кстати, точно, как и Катя Огонюк. Что ты имеешь в виду? Она столкнулась с очень талантливым автором, со Славой Клеменковым. Она уже записала несколько его песен. В общем-то, есть контракт с большой компанией, да, с рекорд-компанией. И несмотря на то, что там какие-то трения там туда-сюда, я уверен, что все равно все вырулится так, как надо, потому что всегда, когда дело начинается, идет все очень тяжело. Никто не понимает, в какую сторону идти, что делать. А вырулится оно однозначно. Во-первых, здесь я. Я не имею никаких продюсерских амбиций. Мне абсолютно не интересен вот эта структура выстроения там артиста, да, к Лере относящейся. Я чисто обязан, я считаю, помочь Лере просто как облести товарища. Ну, давайте не забывать о том, что ты столько лет продюсировал и столько песен написано Кате, маме. Совершенно верно. И, кстати, вот сейчас вот перед камерами публично заявляю, что все песни, которые Лера захочет спеть, которые пела в свое время Катя Огонек, она петь имеет право. Я уверен, что все образумится, и мы договоримся с Катя Огонеком. Все решаемо. Все решаемо, да. Он большой человек, большой человек в шансоне, в шоу-бизнесе. Поэтому я уверен, что мы сделаем все очень правильно. За друзей, за друзей поднимаю бокал. По поводу песен, которые пела твоя мама, ты же наверняка будешь петь, я уверен. Конечно. Замечательные песни. Скажи, пожалуйста, какой же интонации или все-таки по-своему? Ну, во-первых, сейчас очень часто в интернете ходит стереотип, что я пытаюсь спеть как мама, я должна быть как мама, а спой как мама. Я не мама. Я не буду как-то петь как она, не буду стараться исполнить какую-то песню как она, потому что это была она. Вот она была, и больше ее не будет. Так больше никто исполнить не сможет, даже дочь. Я буду исполнять в своем стиле, я буду исполнять своим голосом, в своей манере. Да и песни, на самом деле, должны быть другие, потому что песни же тоже должны соответствовать своему времени. То время была, да, когда Катя пела одно, сейчас совсем другое. Ну, послушай, Володь, дорогой, ты написал порядка 80 песен для Кати, даже из 80, если Лера споет хотя бы 10, в дань уважения, в дань памяти. Я буду очень рад, я буду только счастлив. Все остальное, что песни вообще живы. Будут петься новые песни, будут писаться новые песни, но хотя бы 10 песен, которые действительно не то чтобы хиты, а песни, которые трогают за живое. Мне кажется, они должны жить и должны существовать. Совершенно верно. Я буду счастлив, что песни живы, что продолжается тема Кати Огонек. За друзей, за друзей поднимаю бокал. Какие бы ты песни хотела петь сама? Давайте так, свои собственные. Ну, как бы... О чем они должны быть? Про что? Про любовь или какие-то философские, может, истории? Про любовь у меня с Вячеславом Клеменковым как раз-таки уже вышел один альбом. Я думаю, я хочу что-то жизненного, жизненных историй, чтобы люди извлекали урок из моих песен. Скажи, пожалуйста, вот тебе этот жанр, он близок сам по себе? Мама твоя, Катя, пела она в таком классическом варианте, вот то, что мы воспринимаем, понимаем, как жанр шансона. Он тебе близок сам по себе? Конечно, близок, я на нем выросла. То есть, даже независимо от того, видела ли я с кем-то или нет, я всегда слушала читы песни. Меня всегда включали песни, начиная от Вороваек, заканчивая Михаилом Кругом, заканчивая Шеликом. Шеликом заканчивая, прощай. Миша, тебе огромнейший поклон и уважение. Скажем так, первый эталон, кто начинал, кто с самых истоков начинал работу над этим. Та эпоха. Эпоха. Потому что, наконец, мы услышали голос Виктории. Я просто снимать, мы слушаем. Мне кажется, что о Виктории вообще Лера... Верочка, представь, пожалуйста. С кем ты пришла сегодня? Это Виктория Астра. Виктория Астра, аплодисменты, дорогие мои, зазвучали. Мне человек этот очень близок. Она мне заменила, скажем так, мальчик. Она стала мне второй мамой. Она общалась с моей мамой. И когда она была живая, она ездила на ее концерты, она была тоже всегда рядом, и они общались. И потом так сложилась судьба, что после ее смерти мы стали общаться с Викторией. И мы общаемся до сих пор. То есть с шести лет этот человек находился всегда со мной. Он поддерживал меня морально. Он всегда был рядом. Она провожала меня в первый класс, когда я шла в школу. В основном в девятый класс, когда я его заканчивала. То есть она всегда была рядом. И этот человек поистине не стал дорог. И она правда... Вика, а как насчет сложности характера Леры? Вот можно сделать отдельную передачу. Так. Если вкратце, то очень сложно. То есть подростковый период у нас затянулся. Но мы пытаемся, мы стараемся. Мы меняемся. Ну, лучше быть подростком. В ее случае лучше быть подростком. Вика, ты же сама поешь, да? Да. И тебе это все близко. Как ты думаешь... Честно? Ну, честно, конечно, честно. Лера талантливая девочка. Конечно, безусловно. Расскажи, пожалуйста. Во-первых, мне нравится то, что изначально... Вот мы ее отдали в первый класс, она уже была творческим человеком. Она пела всегда. Я не могу сказать, что она хотела этого. Да. Но в общем, с того, что она танцевала. Я ее тоже водила в кружки с бабушкой. Там больное платье мы покупали, туфельки там. Ну, вот готовили все. Какие-то там мероприятия танцевальные. Вот. И потом она на вокал пошла. То есть просто сидит ребенок и начинает петь. Можно я тебе перебью? Секундочку. С Владимиром говорили. И он сказал, что Катя Огонек категорически отказалась заниматься вокалом. Потому что перебьет всю свою индивидуальность. Совершенно верно. Я вам даже объясню, как это сейчас было. Так. Мы сейчас вернемся. Я прошу прощения. Что она делала? Она включала магнитофон и слушала зарубежных исполнителей. Я даже знаю, что ей папа включал. Мой дедушка на данный момент. Магнитофон. Он мне рассказывал, что я ей включал Элджирола, всех этих вандеров. Это была самая лучшая школа. Это была лучшая школа, конечно. И она училась на этом. У нее не было педагогов. Она училась просто магнитофон. Нет, это не значит, что мы говорим, что педагогика – это плохо. Нет, конечно. Просто очень важно найти хорошего педагога. Вот. Найти такого, который вот так может. И который не испортит, а наоборот сделает. Просто поскольку еще мой дедушка как бы тоже был, скажем так, тесно связан с музыкой, он включал ей песни. Ну и научил ее. Получил ее же. Евгения Семеновича просто замечательная. Продолжи, пожалуйста. Вот. Ну то, что она талантливая, это было понятно. Только я никогда не думала, что она будет петь. Вот правда. Я просто не думала, что она настолько талантливая. Да. В танцах. Я ее видела в танцах, честно. Но потом как-то я вот приезжаю, я в тот период в Петербурге жила. И мне говорят, а мы вот запели. Я пошла с ней в школу. Ты у тебя, по-моему, в школе, да, преподавала у тебя вокал. Женщина, я не помню, какой зовут. Ну, спасибо ей большое. Я привела ее, осталась за дверью. Там фортепиано, сольфеджио, что там. Да, вот как ты изучала это. И поет. И я сижу и думаю, вот ничего себе. Ну, видимо, действительно будет петь. Приходим домой. Евгений Семенович говорит, да, ну вот. Открылся талантливая, пусть поет. То есть не было такого, что она с первого класса пошла заниматься вокалом. Опять же, природная. Открылся. Приводная. Так, интересно. Как я родителям вообще рассказала, что я пою. Это очень было интересно. Я молчу. Как дедушка, в общем, не знала об этом. Был какой-то праздник. Мы сидели в компании семейной, скажем так. И я встаю на табуретку и начинаю петь заставку из Аладдина. Ну, родители так присмотрелись, прислушались. А давайте к кому пойдем тебя записывать. И как-то все закрутилось, завертелось. Ну, все. И потом я начала уже записываться. То есть с 12 лет, грубо говоря, я уже стала записываться. Скажи, пожалуйста, ведь не было такого момента, что ты должна петь, потому что у тебя мама пела. Нет. Меня никогда не упрекали этим, что ты должна петь, потому что мама пела. Начнем с того, что, во-первых, она не особо хотела, чтобы это происходило в моей жизни. То есть мама не хотела, чтобы петь? Она не прям была против. Просто она говорила, что это очень трудно. Что это непосильная ноша, скажем так. И что не каждый сможет ее как-то пережить. Она не запрещала. Она говорила, ну, бог ей судья, пусть делает, что хочет. Поэтому я училась в юридической академии. Но, конечно же... Музыка пересилила. Да. Мы с Катей тоже, когда встречаемся, мы встречаемся нечасто. А вы были знакомы с Катей? Да, мы были знакомы. И я очень благодарна судьбе за то, что в моей жизни был такой человек. Не могу сказать, что она была мне подругой, потому что это немножко не то слово. Больше, чем подруга. Я даже могу вот, кстати, татуировку делаю здесь. Писала у Катя, Данек. Ух ты. Да, вот так вот. Мы когда с ней разговаривали, я тоже говорила, вот мелкая-то у тебя, ну, как, петь. Ну, она говорила, ну, захочет, ну, пусть поет. То есть, и препятствовать не буду. Вот, с этой стороны проблем тоже не было. Она тебя называют мелкой? Да. Она ее любят так называла. Она говорила, лерка, милкая. Ну, в основном, она говорила, лерка. На второй маме позволительно хорошо. Вообще я ее киндером называю. А, киндер. В общем, я поняла, что она будет петь, но при этом мне нравилось, что она занимается танцами. Просто что-то потом пошло не так. Были определенные проблемы, и танцы нам пришлось оставить. Потом у нее случился проект. Теперь я надеюсь, что у нее случится второй проект. Он будет судьбоносным. Я, кстати, про танцы когда-то начала говорить. Я помню, один город был. Мы туда несколько раз приезжали с концертами. И там был такой очень старый-старый режиссер, сценический режиссер. Я же подумал, старый-старый еврей. Ну, конечно, он был еврей, но дело не в этом. А, вот и сюда, конечно. Мы приехали вчетвером, значит, четверо артиста было. И, значит, первая артистка вышла, певица, которая только что там закончила... Ну, она сначала закончила Гнесинку, потом еще какую-то студию, потом еще что-то такое. В общем, и такая приехала вся из себя пафосная. И у нее сценические движения. Она рассказывала, что сценические движения, вот так должны быть, вот так вот так. Потом был и певец какой-то, потом был я. Потом уже я вышел опять туда, к этому старому режиссеру. И вышла Катя Огонек. Вот ты веришь, вот ты понимаешь. Ну, я и сам это видел, но он-то профессиональный человек, да, и он говорит, вот теперь сцена заполнена. А она вышла одна. Она вышла одна. И она, вот ты знаешь, была заполнена сцена. Как она это делала? Когда к таланту еще привязать обучение, да, когда еще мастерство привязать вот это вот, то да. Некоторые-то учатся и как бы не имея, а там вот, он говорит, вот заполнена сцена. Никого вокруг, ни музыкантов, ничего, сцена была заполнена. Ты знаешь, на самом деле это настолько гениально. Вот иногда выходят артисты, куча подтанцовок, куча световых эффектов. Ну, надо же как-то разбавить. А тут иногда выходит просто один артист, и сцена бывает заполнена. За друзей, за друзей поднимаю бокал. А смотри, к нам пришли две девушки. Обе поют. Так. Вот вопрос. Нет ли желания спеть что-то вдвоем? Есть. Конечно, есть. А тема есть у вас? Это, может быть, банально будет звучать, не знаю, но мы хотели написать песню, вернее, не написать, а исполнить песню, которая будет, естественно, связана с мамой Лерой все-таки, непосредственно с самой Катей. Это первый дуэт. Какой будет второй, мы... Вот как ляжет. То есть, чтобы это было наше, чтобы это подошло, да, мы не думали. Но первый дуэт точно связан с Катей. Вот, вот, как-то вот так вот. Люди очень просят, может даже, говорят, что, а может написать что-нибудь в памяти о маме, записать. Да. Потому что им это сейчас надо. Как бы то ни было, люди хотят, просят и почему бы нет. Должна быть идея, как она должна быть связана, должна бы история. Вот поэт сидит, пожалуйста. Вообще, я думала, насчет истории, как бы вам объяснить, как видели ее, как со стороны подруги ее видели, и как со стороны ее видела дочь. То есть, отношения, как закладывались у подруги, как закладывались у дочки, и как они потом соединились. То есть, что происходило, как дружили, как общались, как переживали какие-то эмоции, а потом мать ушла, появилась подруга, и мать с дочкой сошлись. Ну-ка, подруга с дочкой. К этому мы еще вернемся обязательно. Конечно. За друзей, за друзей поднимаю бокал. То, что мама у тебя известная, популярная, любимая, это как-то влияет на твое личное отношение? Это имеет для тебя, ну, такое грандиозное значение? Может быть. На самом деле, я всегда гордилась тем, что у меня мать была такая. Что она когда-то в свое время добилась того, чего не могут добиться люди. Что она взяла и вот захотела, и у нее получилось. Она достигла, ну, как я считаю, больше. И я очень всегда гордилась, что у меня была такая мама, и никогда не хотелось, чтобы у меня там, чтобы она не пела. Нет. Она молодец была. Ты слушаешь ее песню? И до сих пор. Да? Да. Какая песня самая любимая твоя? Ой, наверное, ну, как бы это банально не звучало, ну, милый, любимый, единственный. Это ее основной хит, где все девушки сидели, слушали и вспоминали что-то свое, плакали, переживали те эмоции, в которые она вложила ее в эту песню. Прекрасная песня. Да, песня очень хорошая. А кто вторая? Племенков. Что самое удивительное, что каждую песню она проживала как собственную жизнь. То есть она ее проживала, она пропускала ее через себя. Будь это песня о мальчиках, которые там приехали, которых увозят, которых убивают, она проживала это. Будь это песня о любви матери, пусть это будет песня о любви подруг, она все это проживала. А я ей, кстати, про дочку написал песню. Я помню. Да, помнишь, ты же ее поешь в каралке? Конечно, тоже поешь, да? Конечно, он потом видео покажет. Когда-то сын Высоцкого сказал мне такую вещь, что, если честно, достало, что постоянно Высоцкий, Высоцкий. Я закончил театральное училище, я сам актер, я сам могу то-то-то, я сам пою песни, пишу стихи. А они Высоцкий, Высоцкий, как со мной встречаются, так Высоцкий, Высоцкий. У тебя вот есть эта проблема или нет? Ты же сама человек, ты же сама личность. Ну, сравнили, ну, значит, с чем-то похожи, значит, у меня есть такой же потенциал, как бы у нее. Ты же мамина дочка. Да. Вот. То есть тебя это не раздражает? Нет. Даже если могут подойти, если уже навязчиво я это буду все делать, ну, просто не реагировать. У тебя все впереди, у тебя наверняка, я вот, поверь, моей интуиции, у тебя есть свое лицо, своя интонация. Мы помним и любим Катю Огонек, но есть, вот она, наша Лера. Своё лицо однозначно есть. Но какое-то лицо похоже на Катю. Ну, может, да? Если не на Катю, то чуть-чуть еще наливаю. На Катю. Да, 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 это сто процентов. За друзей, за друзей поднимаю бокал. Вик, у тебя любимые цветы острые? Нет. Или так получилось? Не любимые цветы, и так получилось. В Петербурге позвонили и сказали, что завтра будет конкурс, и нужно исполнить две песни. Песни были, а фамилии не было, было имя. Думала, думала, звонила знакомым, ничего не приходит. Позвонила диджею одному, он придумал Викторию Дятел. Я говорю, спасибо, будет не очень. Посмеялись. Я психонова, пошла, понимаете, в ванну, взяла с собой кроссворд, ручку. А я так успокаиваю, когда я кроссворды. Что-то отвечаю, отвечаю, там, звезда осенней клумбы, пишу Астра. Ну, что-то дальше такая, стоп, Астра, Вика, Астра, Виктория. Я говорю, есть псевдоним, все. Ну, мы приняли такое решение. Вот мы сидим в такой доверительной беседе, что бы ты сейчас спросила у Леры? Задай, пожалуйста, ей вопрос. Мне кажется, все, что она хотела спросить, она же давно спросила. Нет, сейчас, на камеру. Кем она себя видит? Что она для себя хочет? Я так и знала, что ты это спросишь на самом деле. Потому что есть моменты. Тихо. По секрету, по секрету. Сейчас будет очень трудно это объяснить. Но всегда я хотела стоять на большой сцене. Сейчас такой период, что нужно доказывать, кто ты. Чего ты стоишь. И нужно ли тебе вообще это все. Может, кто-то не верит в то, что я там скажу, покажу, сделаю. Но могу заявить на камере на данный момент, что мне это надо. И я хочу продолжать все это творчество, потому что мне это нравится. Если человек создал свою жизнь с музыкой, то значит, он и будет продолжать в ней жить. То есть для меня музыка – это как заряд, скажем, энергии. Я не могу без музыки. Володь, могу тебя спросить, как ты оцениваешь перспективу Леры? Смотри, там было то время. Тогда Катя Огонек разобралась ситуация. Она доверилась каким-то людям. Этому, этому, этому. И с ними шла по жизни. Сейчас другое время. Я не беру как бы Леру, да, вот, и не говорю, что я ей буду заниматься. Я ее забираю, и все, что у меня есть, я вкладываю в Леру. Знаешь почему? Этого, может быть, недостаточно сегодня. Мне сегодня столько лет, вовсе не столько, сколько было тогда, когда я работал с Катей Огонек. Тогда я сто процентов знал, что надо делать для того, чтобы она стала большой артисткой. Я могу сейчас не дотянуть до каких-то моментов. Поэтому я говорю, что моя роль, она может ограничиться тем, что я все отдам, чтобы она тем-то стала. Поэтому мы не должны ни в коем случае связывать друг друга узами каких-то обязательств, договоров и так далее. Я могу что-то сделать, но потом, когда уже что-то будет, какая-то ступень, да, и какой-то большой человек, большой продюсер на другом уровне, который находится в данный момент, скажет, вот, я бы ее взял, она должна быть свободной и туда пойти. И тогда, может быть, что-то получится. Я бы очень хотел, очень хотел бы, чтобы Лера была бы достойным преемником своей мамы, да? Я бы очень хотел, чтобы она стала... При этом и имея свое собственное лицо. Однозначно. Если не будет собственного лица, ничего не будет однозначно. Если она всю жизнь будет петь песни Кати Огонек и, как бы, говорит, что это моя мама, оно, как бы, на том, вот, как тот год был, оно там так и останется. С сегодняшними звуками, с сегодняшними идеями надо жить, с сегодняшним временем, тем более сейчас обнуляется все, вот, все, обнулилось, начали все заново, вот, только таким образом сегодня можно добиться какого-то результата. Я имею некий опыт и, конечно же, подскажу и помогу, чем смогу. За друзей, за друзей поднимаю бокал. Ну, сейчас мы, наверное, будем завершать. Будем завершать, хотя очень жаль. Я не наговорился, мне столько хочется задать вопросов. Ну, еще же впереди. У нас еще все впереди, конечно. Мы еще и поговорим, и порешаем, что там. Я, на самом деле, очень рад, что у нас сегодня получилась эта встреча. Я безумно рада, что мы встретились. Я излила душу. Редочка, спасибо вам большое, огромнейших вам успехов, удачи. Ну что, Владимир, будем говорить до свидания нашим зрителям. Спасибо огромное. Владимир Черняков, Борис Шварцман, Лера Огонек, Виктория Астра. Друзья мои, будьте здоровы, будьте счастливы. Проветривайте часто помещение. Мойте руки. Мойте руки. Ну что ж, это была программа «За друзей». За друзей, за друзей, поднимаю бокал. Эх, Олеж, эх, налей, эх, Андрей, подыграй. За друзей, за друзей, выпьем горький настой. Эх, налей, Игорек, и за поле нам спой. Субтитры подогнал «Симон»!